В Башкортостане инвестор вложит почти 200 миллионов рублей в комплекс по переработке сои производительностью 60 тонн в сутки. Об этом стало известно на инвестиционном часе в правительстве региона. Всего компания планирует производить 15 500 тонн продукции в год. В результате переработки сои инвестор будет получать также 15 тысяч тонн шрота и поставлять его на российский рынок. 4 тысячи тонн соевого масла инвестор будет экспортировать в Китай, Японию и Индию. Всего планируется создать 65 новых рабочих мест. Преимущество соя заключается в следующих факторах. Посевы соя обогащают почву азотом. Это безосходное производство. Продукты переработки имеют самое широкое применение в пищевой, фармацевтической, текстильной и химической промышленности. Проект реализуют к середине 2023 года. В ближайшее время компания получит под размещение производства почти 6 гектаров земельного участка. После завершения проекта инвестор планирует увеличить комплекс по переработке сои. В Башкортостане за прошедшие сутки 252 тысячи человек привились первым компонентом вакцины, вторым – 4100 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав. Общее количество вакцинированных в регионе составляет 158 тысяч человек. Добровольная вакцинация от COVID-19 проходит на всех крупных предприятиях Башкортостана. По информации регионального Минпрома, по республике привито 24 тысячи работников крупных промпредприятий. Одним из них является компания Башспирт. Сделав прививку, в первую очередь, мы заботимся непосредственно в нашем окружении, с кем мы постоянно контактируем. Это близкие, друзья, коллеги. Непосредственно процессу предпрививки и уколам отношения, естественно, боязни нет. Но в самом процессе такой легкий нервоз присутствует, ощущение стритцебиения точно. Напомню, в республику поступило почти 300 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции, это гам-ковид-вак и эпи-вак-корона. Привиться жители республики могут в 155 пунктах вакцинации, а также в мобильных пунктах, которые размещены в торговых центрах Уфы и Стерли-Тамака, а также в Башкирском государственном театре оперы и балета. В период майских праздников они будут работать без выходных. В Уфемском государственном нефтяном университете приступили к реализации проектов по посланию Владимира Путина. В УЗЕ разрабатывают стратегию развития для участия в программе «Приоритет 2030». Напомню, президент страны в своем послании отметил, что не менее 100 университетов будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытии технопарков, обновлении учебной базы. На такую поддержку смогут претендовать все государственные ВУЗы. Уфимский государственный нефтяной и технический университет, являясь опорным региональным ВУЗом, уже приступил к реализации целого ряда значимых проектов. Например, мы являемся победителями проекта научного центра мирового уровня совместно с рядом ВУЗов. Мы являемся участниками другого проекта – научно-образовательный центр мирового уровня, инженерный центр, федеральная инновационная площадка. Кроме того, в ближайшие два года в университете будет открыто 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них отдадут регионам. Отмечу ранее, глава республики Ради Хабиров заявила о том, что уже в этом году количество бюджетных мест в ВУЗах Башкортостана увеличит почти до 13 800. В Башкортостане за неделю на 5% выросли цены на огурцы. Сейчас на прилавках к республике килограмм можно купить за 122 рубля. Такие данные приводят аналитики Башкортостанстата. Второе место по росту стоимости заняла гречка. Она подорожала почти на 4%, до 104 рублей за килограмм. На третьей строчке помидоры с ростом цены почти на 3%. Средняя их стоимость достигла 103 рублей за килограмм. Замыкает топ-5 мясные консервы для детского питания и морковь. Они подорожали больше, чем на 2%. Цена килограмма консервов почти 800 рублей, а моркови 46 рублей за килограмм. Напомню, в 2020 году инфляция в Башкортостане составила 5%. Больше всего за год подорожал сахар на 78%. Подсолнечное масло на 25%. Цены на овощи в целом увеличились на 15%. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары евро подешевели. Курс американской валюты уменьшился на 56 копеек до 74 рублей 38 копеек. Евро снизился на 28 копеек. Его курс 90 рублей 15 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 74 рубля 6 копеек. Продажа также в банке Финам по 74,58. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро в банке Финам по 89 рублей 86 копеек и по 90 рублей 39 копеек соответственно. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК УПА.